Встать на коньки в новом ледовом комплексе. Это ли не мечтали у вителей зимних видов спорта? Суровая погода в первые дни января, мягко сказать, не располагала к катаниям на свежем воздухе. Но теперь это не проблема. Массовые катания можно проводить независимо от погодных условий. Так, в период новогодних праздников катание на коньках решили провести в ФОК ледовая арена, которому присвоено имя легендарного советского хоккеиста, вратаря, тренера Владислава Третьяка. «Востребность очень большая, потому что здесь тепло, уютно, никакие ветры, морозы не пугают. И здесь не только люди, которые умеют кататься, и дети. Здесь и обучаем детей и взрослых кататься. То есть, как бы, конькам все возрасты доступны и покорны». Начинающих на льду поддерживают инструкторы. Так что шанс научиться кататься действительно есть у всех. Но были на катке и юные профессионалы. Взгляд невольно падает на эффектные вращения и смелые круги, несмотря на многочисленность народа. Вика Алексеева из Королева занимается фигурным катанием с шести лет. Сейчас девочке девять. Для тренировок, говорит она, ледовая арена подходит как нельзя лучше. Особенно в период подготовки к соревнованиям. Вика специально приехала в Щелково из Королева, чтобы позаниматься в комфортных условиях. «У нас есть. Он открывается только зимой. Он на улице находится. Сейчас я приехала просто потренироваться. У меня скоро соревнования». И кто знает, возможно, это начало больших побед и успехов. Радует глаз и количество катающихся детишек. «Здесь очень тепло и очень много пространства, чтобы кататься». «Вы давно катаете? Умеете хорошо?» «Я умею, да, хорошо». Выходили на лед целыми семьями. Кто-то приехал покататься с друзьями. Кто-то научить своего ребенка стоять на коньках. Кто-то научиться сам. «Я вот очень люблю на коньках кататься. Очень хорошо здесь». «Мы сюда будем приезжать всей семьей кататься». Кроме массовых катаний, в ледовой арене, конечно, готовят и профессиональные команды. Так начала работать школа юных хоккеистов. Возможно, в скором будущем появится и школа фигурного катания. Ну и, конечно, ледовая арена будет доступна для массовых катаний практически круглогодично. «Приходите кататься на массовые катания. У нас будут еще предисобрания. Начнут работа отделения хоккея и фигурного катания». Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».